Что вы делаете, Игорь Иванович? Я зелень готовлю, люблю готовить зелень. Сегодня у нас что будет? Это душица, укроп, петрушка. Одуванчика листья 4, зудовная крапива 5, щавель 6 и репей 7, лук 8, перо и чеснок 9, из 9 компонентов. Вот так беру все это, мелко режу, а потом толкушкой начинаю растолковывать. Так, вот представьте, сегодня какой богатый будет, это в воде, колодезная вода, вымываю. Вот, они тут берут грибы, но грибы я не разрешаю, я их боюсь, потому что есть бледная баганка, от нее еще никто, ни один не остался живой. Хуже укуса гюрзы. У меня грибы, уж белый гриб там сушеный, это, вот, и вчера ходили по ягодам, вот оно, пожалуйста, такая ягода. Клубника. Вот, это чеснок, и это кладут в первую, в первую кладут. Вот так, ногтем надковыливаешь, из нее, из этой снимается еще дополнительно шкура толстая, как медвежья. Вот она, она имеет такое свойство, чесноковка, вот, когда торчит вот эта, значит, на ней есть эта шкура. Видимо, это для раска и необходима. Ну, вот так. А потом, кто раздает обед, то добавляют туда ложки, ложку, где... Это видно даже, какой у людей аппетит. Они едят, как будто работали целый день. У нас сейчас пост, пост, что-то говорит, то уже пятница, считаю, пост легкий, а растительное масло разрешается. Ну, все, я это убираю. А? Ягоди. Сейчас. Еще поленечка разберусь. Больше ничего не добавляю. Говорят, подавайте как есть. Нет, надо приготовить. Что-то есть. Вот эти теперь мелкие чесноковочки. Я дроблю их. Как можно. Мельче. И только в сыром виде. Я не знаю, почему я сам готовлю. Может из-за недоверия, что упускаешь что-то, принесешь, оно лежит. А я только сейчас это все добыл. И вот петрушку, укроп и душицу баба Серафима принесла. А ей уже почти 90 лет. Будут отмечать 90-летие, не знаю когда. Вот. В этом году или следующем. Такая бойка одна. Такая. Никогда в церкви не присядет. А теперь лук. Лук. Лук с этими сголовками вместе. Ну, чтобы уже мне было нарезать. Я вот сюда перегибаю вот так вдвое. Вот, смотри так. Они уже знают. Это называется зелень. Зелень не просят, что я приготовил. Не то, что я без этого жить не могу. В прошлый раз все изготовил. А каких-то компонентов не хватает. Я все отложил и поехал. Там где растет нужный мне злак. Вот. Листья дудобные крапивы. Может быть самая здесь такая единственная. А она не везде здесь. Тем более у нас экологически чистое место. У меня там, наверное, хватит. Нажду сейчас толочь. Вот если смотреть в кастрюлю. Это у нас что? Это доска. Написано. Сырые овощи. Ну, это тоже подложище подходит. Так. Теперь за что? Беру толку. И начинаю. Вот она почти на пол кастрюли. Да не почти, а как раз. Пол кастрюли. А теперь это потолку и увидишь сколько останется. Так. 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 Думаю, что хватит. Это я мыл, а сейчас держу мыть не надо. Она сохнет. Это же потом сюда и попадает. Время терять не надо. Отдельно у меня кастрюля. Отдельно толкушка. Время имеющего трасса. Отдельно ложка. Все отдельно. Беру соль и посадить. Вот она лучше не портится. И дальше в холодильник или в подвал. Вот она была здесь не больше как сантиметра два. А теперь вот она перетолченная. Никакой воды нет. Она прямо лосится. Жир какой выходит. И какая она маслянистая. Сейчас я узнаю место есть. Как мой жильдон. Пожалуй, для меня места нет. Я могу сбоку там потеснить кое-кого. Все, слава богу. Это моя вахта. Теперь ножик мой на место. Тут ножи лежат отдельно. А мой отдельно. Я люблю, чтобы острый был. Они берут его. Где попало, что попало, режут. Так, со стола убрать. Ну, кто не бойный нашел. Вы разрешили брать, у вас нож резать, что попало? Еще помойное ведро надо вынести. Я говорил, больше половины ведра нельзя, иначе пол тут глиняный. Я лично спрашивала, разрешил, резать, что попало? Алик, шарик, шарик, шарик. Слезай. Должна быть с ними сопровождительная, и кто-то, и женщин, не меньше, как 16 лет, имеющие хорошо плавать. Вы никуда за пол полки не уплывайте. Маленькие должны быть только в этом. Купальки, сходите, будешь потом кашлять. Так, гладить еще не мягко. Свернуть больше еще не надо, а разожить по этим, по тумбочкам. Так, его кормили, нет? Да, что-то смотрит так, как преданно. Это он меня зовет. Вот разъем. Ну, что, домой тебя взять? Ползет, да молодец, ползи. Ой, это команда такая. Да, да молодец. Да, ой. Ну, что ж такое-то. Сколько же у него ласки-то, а? Как он вчера с Реной там познакомился? Он даже внимания обращается. Ты что, домой? Давай, возьму. О. С детьми можно заниматься, я ухожу. Ты мне аппарат дай, а заложи. А мой возьми. Кого-то со мной послать. Как сделать? А ты на велосипеде, так ты и поезжай со мной. Я тебе отдам его. Ползи на таси. Ну и что? Виталий найти вещи дать. Ой, какой хороший песик. Я не знаю, может уж ты уже. Мы его взорвали, маленькая собачка с большим сердцем. Большие собаки Сережа на паре, ногу откусили ему. И она болтала с лутошкой. Ну и все сделали ему скафандр. Видела, нет? Нет, есть ничего. Ну, банки вот эти 5-литровые надеты, привязанные. А через годышко я его кормил там сметаной, чтобы он не срывал. И выздоровел. Очень незаметно даже. Ой. Интересный ролик получился. И куда вещи можно его положить? Ну, вон там, возле второй кель. Там я, второй. Ну, не эту куда? На скамейку. Шарик, посмотри, какие у нас хорошие девочки приехали. Гляди, ну. Ну, хороший шарик. Ой. Ой, какой он ласковый. А совсем был беспризорный, бомж. Увидели, что за курицами бегает. Говорят, он куриц давит. Ну, я понаблюдал и вижу, что этого не было никогда. Оправдание ему было. Сделаю маленькую, как бы, конуру. А, вот. А потом, видите, все сделал как надо. Вот он. Шарик. Шарик. Не породистый, ничего. Но у него столько же уважения к людям. Сколько ребятишек, всех знает. Чужой только один пришел, лает и лает чужой. Лизу он никак не признает. Ну, все, шарик. Пошли. Пойдем, шарик. Пойдем. Вот. Пойдем, шарик. Пойдем. 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 Продолжение следует...